всем привет дорогие друзья сегодня у нас нестандартное видео путешествие я очень редко снимаю такие видео хотя на самом деле мы ездим довольно много и вообще у нас довольно бурная социальная жизнь но я и вы знаете я даже как правило очень часто пытаюсь что-то снимать наши какие-то походы в рестораны какие-то поездки куда-то и никогда не делаю из этого видео и никогда не не выкладывают потому что я снимаю 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 а потом думать кому это интересно кому кому кроме меня это моей семьи интересно куда мы поехали что мы ели где мы были с кем мы были на самом деле но тем не менее я решила поснимать видео мы приезжаем сюда практически каждый год это место называется москока лэйк это где-то от нас два с чем-то часа и короче это огромное озеро вернее целая такая знаете район где очень много разных озер леса в общем в основном сюда приезжают люди летом отдыхать и так такое дачное место так скажем да и здесь очень много коттеджи очень даже кстати много коттеджи которые довольно богатых людей это довольно известное место даже там какие-то артисты голливудские это плохо держу телефон не так тяжело и неудобно без палки но я стараюсь короче здесь из дачи довольно известных голливудских артистов богатых и здесь очень много дач людей богатых из сторон то есть как канадских то сказать наших богатеев вот а мы приезжаем сюда в гостиницу значит как получается что гостиница это мэриот и наш друг один из наших друзей он работает в сети этой гостиниц он работает шеф-поваром и у него очень большие скидки на эти гостиницы по всей канаде и за границей в общем он может привозить еще там допустим брать с собой друзей у него есть на два номера то есть он и мы приезжаем у нас свой номер у него свой номер на мы тоже получаем эту его скидку и много-много лет мы сюда ездили с ним с этой парой и потом что-то случилось это вот пандемия все было закрыто еще туда-сюда пару лет в общем короче мы здесь лет пять уже наверно не были плюс мы приезжаем сюда не просто так а ребята здесь катаются на лыжах на коньках здесь очень много всяких лыжных трейлов и катков и так далее и ребят катаются я не катаюсь я девочки открою вам страшный секрет я человек ужасно не спортивный я не катаюсь на лыжах не на коньках они на велосипеде ничего такого я хотя при том что я выросла родилась беларуси и у нас довольно ну как бы было распространено там всякое катание на лыжах на коньках ну короче я тем не менее являюсь большим спортсменом ни зимних ни летних видов спорта вообще никаким спортсменом а муж мой кстати который вырос родился в баку в городе где снега вообще никогда не бывало он тем не менее вот у него какая-то есть вот спортивная жилка он прекрасно катается на лыжах на коньках хотя первый раз он попробовал это здесь в канаде вот но у него очень здорово получилось ему очень понравилось и он как бы вот с удовольствием это делать ну и сын наш старший был он тоже очень спортивный младший такой же как я такой тюлень диванный тюлень диванная подушка поэтому он с нами не поехал он остался дома а вот старший мальчик поехал с нами я не знаю кому это интересно может быть я ну я просто надо как-то разнообразить контент потому что я бегаю по магазинам и снимаю свои украшения вот подумала что вот эта поездка может быть как-то какое-то видео другое отличающиеся от тех которые я обычно снимаю и я тут поболтаю с вами и покажу вам гостиницу и покажу вам вокруг окрестностей а езжу я с ними потому что мы для компании мы вечером мы вчера морда вся опухшая потому что мы вчера приехали вчера в пятницу мы значит приехали привезли с собой еду выпивку и собрались номере вот этого нашего друга у повара и мы значит там он там кое-что приготовил что здесь есть кухня об щас покажу и о мы значит в общем хорошо отпраздновали пятницу и наш то что мы встретились вот сегодня тоже скорее всего вечером мы куда-то пойдем уже наверно в какой-то ресторан так обычно мы так делаем пятницу мы приезжаем поздно уже довольно где-то мы собрались часов девять и мы значит все это отпраздновали дома так сказать а в субботу мы обычно ходим куда-то out воскресенье мы уже уезжаем мы приехали на две ночи так всегда бывает в субботу ребята ходят на лыжные коньки вот а я не приезжаю только чтобы поддержать компании провести время с друзьями давайте я вам сейчас покажу номер сейчас я переключу камеру так ну давайте я вам покажу на самом деле это гостиница недорогая это три звезды по моему но я вам хочу сказать что в канаде ужасно дорогие гостиницы вот этот номер стоит не в сезон вот сейчас зимой вот сейчас нет не сезон у них он стоит порядка 200 чем-то долларов плюс налоги туда-сюда наверное долларов 250 получится у нас на него большая скидка из-за нашего приятеля но это гостиница очень приятная она знаете такая немножко так домашнего типа вот здесь кухонька у них есть и в принципе опять же повторюсь это не какой-то там шикарный отель это довольно такая скромная очень гостиница но чистенько всегда очень аккуратно очень хорошая чистая постель полотенца все просто идеальная чистота и давайте начнем значит здесь кухня так я так бестолково рассказываю кстати посмотрите так странно видите довольно мрачное темно но на улице довольно пасмурно и плюс ко всему вот мы этот номер у нас ведь он находится там впереди вот я потом покажу какие-то строения поэтому загораживает свет плюс ко всему если вы заметили вот в канаде в очень многих гостиницах во всех а очень часто в апартментах вот в домах нет а в апартментах нету люстра на потолке вот у нас доме полно в каждой комнате конечно есть люстра а вот в гостиничных номерах в квартирах нету и вот здесь вот весь свет происходит от вот этих вот светильников которые на стенах и вот лампы настольные и так далее так ну давайте начнем значит кухня очень приятная симпатичная здесь все есть что необходимо посудомойка маленькая плита кровей ну господи по-русски как микроволновка холодильник чистый прекрасный замечательный все наши продукты очень все хорошо кофейная машина я хотела сварить себе кофе я не очень понимаю она работает куда-то надо налить воду вон там всякие вот эти штуки вот есть кофе есть чай сахар это сливки по моему но на что ступила наверно сюда воду 0 нет если сюда воду а куда кофе здесь вот здесь посуда и всякие чашки вон есть чайник есть для этого для хлеба тост и делать очень короче я не поняла как это работает мне кажется что здесь что-то не хватает сюда надо что-то вставлять вот эту штуку вот я тупи вот сюда надо вставлять вот эту вот эту штуку а сюда наливать воду здесь есть стол на два стула а вот здесь есть письменный стол со всякими там розетками подключениями телефоном со стулом тоже то есть заниматься каким-то своими делами если надо это диван на нем у нас наш пацанчик это диван с который раскладывается то есть принципе так вот вы можно сложить это будет обычный такой нормальный симпатичный диван но его можно разложить положить еще одного человека есть еще какая-то тумбочка здесь креслица там вот балкон сейчас вам покажу здесь телевизор который можно повернуть можно вот так смотреть его на диване можно вот так он хрустит и трещит при повороте в общем и смотреть его из ты дым кровати давайте повернем его назад вчера наш ребенок смотрел телевизор первый раз первый раз наверно за много-много лет потому что он вообще-то говоря уже телевизор не смотрел много лет как и мы все у нас вообще дома телевизор есть но он стоит и мы никогда не включаем так здесь большая кровать здесь тоже окно там вот такой столик с часами там в общем принтере надлежности всякие положить здесь тумбочка привет всем вот она я вчера немножко это переели перепели в отпуск что делать в отпуск приезжает чтобы кушать и развлекаться здесь такой мы положили чемоданы здесь на самом деле здесь есть такое место для для чемоданов такой шкафчик небольшой здесь там там туалет с душем с ванной а здесь раковина где все наши там зубные щетки и принадлежности здесь шкаф с одеждой одежный шкаф довольно большой много вешалок удобно и здесь ванна очень скромно все очень-очень скромно но очень чисто очень аккуратно вот вот такая вот штука носит полотенца белые очень все чисто очень все прилично скромненько бедненько но чистенько что называется и здесь есть балкон на улице очень тепло сейчас у нас январь месяц но у нас очень теплая погода где-то плюс 2 поэтому я вот так в раздетом виде и выйду на балкон видите вот эта гостиница как бы под всех такие балкончики обычный такой домик вот у нас перед перед нашим здесь вход собственно говоря вот здесь вход и поэтому здесь вот это вот такой знаете как навес над входом и мы прямо наш номер вот находится над входом друзья начнут кстати напротив и у нас ведь вот здесь вот выход это озеро которое замерзло вот здесь вот и здесь для лодок вот эти вот настилы деревянные такие как парковка для лодок собственно говоря вот зимой все эти вот лодочки и яхты забирают вот эти вот этот гараж гаражи на самом деле а летом они все стоят вот тут вот на этих вот парковках парковочное место и здесь парковочное место для машин вот там есть бассейн мы туда сходим наверное может и нет не знаю как получится значит видите здесь есть бассейн и джакузи я смотрю там людей особо нету может быть я потом схожу потому что делать мне нечего выйду пройдусь а потом схожу с вами в бассейн я правда не большой пловец как и все я как и все что я вся моя спортивная карьера я вообще не пловец я вообще не умею плавать представляете не зимние и летние виды спорта для меня абсолютно недоступны я не не на лыжах не не в бассейне вот такой номер я сейчас наверное оденусь и мы с вами выйдем пройдемся так ну пошли я оделась вы знаете у нас так тепло сейчас я даже не в теплом пуховике вот этот мой пуховик из зары который я ношу на самом деле когда не очень холодно и у нас плюс 2 я даже не знаю что они там на лыжах делают если честно при такой температуре там хомби снег растаял но тем не менее вот я я привезла с собой этот пуховик потому что я знала что не очень будет холодно и мне вполне хватит его а очень теплый даже не стала надевать так что мне надо взять с собой я не буду брать сумку потому что я иду пройтись я возьму свои кредитки так мне надо не забыть ключик ой что так мигает в телефоне странно вы какой интересный свет короче вот эта карточка чтобы войти в номер один я свои типа у уги потому что на улице тепло вот такие у меня даже у меня нет носков эти просто спортивные штаны пойду еще знаете чего возьму очки на всякий случай а вдруг мне надо будет это что-то прочитать все пойдемте гулять я вам сейчас покажу все так мы прямо за углом от лифта поехали на четвертом этаже лифте никого очень хорошо чтобы мы никого не смущали своими съемками все поехали значит это здесь вот брэдфастери она сейчас закрыта мы здесь кушали завтрак эти столики очень приятно а это вот такой лобби здесь камин кресло здесь очень симпатично очень приятно посмотрите какие прикольные кресла и такой двухсторонний камин здесь можно так сидеть хорошо так сели смотрим на красоту снаружи а здесь принципе у них как бы такой выход на улицу веранда и там можно делать костер ведь и барбеки можно делать здесь тоже столы принципе когда на завтрак места не хватает там то можно здесь все здесь такой типа бизнес-центр кстати мне надо было что-то распечатать может я здесь сделаю только я не знаю как это сделать как это сделать с их в общем надо спросить короче так пошли на улицу посмотрите все растаяло снег есть но снега очень мало я не представляю как они там катаются на лыжах посмотрите какие сосулины смешные это дерево горит вечером там лампочки это не настоящий конечно да смотрите какие сосульки смешные вот вот такая вот гостиница очень миленький такой домик просто знаете вот там вот озеро которое я вам показывала вот здесь вот такой комплекс вот эти вот это круглый где там бассейн вот там внутри джакузи интерес там есть кто-то пойдемте посмотрим вот бассейн бассейне чуть никого я не вижу по-моему никого нету отлично я может потом схожу сюда все пока на лыжах но я не был не плавать в джакузи посидеть какой с меня плавится да никого отлично потому что все люди сюда приезжают кататься на лыжах на коньках бассейн если ходит то вечером здесь нету сауны жалко называться резиденс ин поймают она оперируется мариотом а на самом деле это гостиница резиденс инну у нас канаде все гостиницы практически все принадлежат одной компании ну несколько буквально у нас про ману монополия какая-то на гостинице вот видите это все тоже это все гостиничные центры против света вам блины не видно здесь москока discovery центр вот так называется это место москока смешное такое название на в канаде очень много названий это расстались от индейцев собственно сам по моему название торонто даже про пресс это производная название деревне которая была на этом месте индийской деревне здесь так мокро мне нужно было резиновые сапоги надевать они вот эти вот они прямо сейчас у меня намокнутся что-то не то дождь не то снег идет я чуть не пойму и пойму слушайте первый раз такой обычно мы сюда приезжаем здесь снега по колено потому что это ну намного севернее торонто и здесь всегда всегда всегда-всегда много снега поэтому собственно и всегда есть лыжи всегда есть возможность кататься даже если в торонто снега нет то здесь всегда есть а вот в этом году так тепло причем мы перенесли мы второй раз сюда уже так сказать собираемся мы собирались после нового года сразу приехать но мы перенесли на попозже потому что вообще не было снега здесь никакого что вообще никогда не будет ну и перенесли вот на сейчас на конец января тоже как-то все так было много снега но потом очень сильно потеплело было холодно холодно и много снега но прошлую неделю потеплело все растаяло хотя вот лед видите на озере есть вот если вы посмотрите то лед не растаял ведь это все льдом покрыто ну честно говоря здесь бывает намного красивее вот когда все вот это вот снегу то здесь конечно намного красивее намного интереснее а сейчас просто какая-то вот на листьев нету деревья серые стоят ветки снега нету который есть такой противный грязный вот здесь есть парочка симпатичных ресторанчиков в один из которых мы растите не пойдем причем это не сам значит город кстати где мы находимся называется гравин херст здесь есть несколько городков таких покрупнее вот то есть это можно здесь крупным конечно города короче здесь есть большой город хансвилл и вот этот городок поменьше гравин херст и это такой небольшой городок на самом деле здесь есть центральная улица там магазинчики кафешки всякие а здесь это как бы уже ближе к озеру это такая типа курортная зона так сказать от нашей гостиницы можно пешком дойти до до парочки ресторанов мы наверно сейчас туда дойдем вот ночью это короче такая вот деревня боже мой здесь такая грязь бабочка куда же я влезла да это очень такая такой деревенский отдых в принципе это очень маленький город я не знаю сколько здесь какое население ну вот кафешка ну по-моему она закрыта мне кажется они все открыты в летом а зимой здесь очень много мест вообще закрыто потому что реально вот зимой это считается не сезон вот бостон пицца нами сюда мы пойдем вечером и бостон пицца это такой ресторан который есть абсолютно в любом любом городе в канаде в антаре во всяком случае у нас и это такой это такая сеть ресторанов очень таких пролетарских я бы сказала но обычные не очень дорогой но там есть все 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 еда все что хотите а вот это вот док of the bay это второй ресторан кстати мы здесь никогда не были мне кажется он новый а вот написано что он закрыт а бостон пицца открыт видите написано close for the season вот это то о чем я вам говорю поэтому мы в него никогда не попадали видите написано что они закрыты на зиму на зиму они закрываются потому что здесь реально нету много людей зимой а бостон пицца всегда открыт поэтому всегда в него ходим я думаю почему никогда сюда не ходили или он новый или его не было или потому что что вот смотрите можно пройти туда давайте мы пройдемся я надеюсь нигде здесь не завалюсь а не завалюсь а я вот видите здесь веранда здесь летом так красиво и вот здесь тоже веранда у этого ресторана очень красивый вид на озеро там вот есть такой остров впереди сейчас плохо виден музыка из ресторана играет посмотрите здесь даже на льду ведь у них стоят какие-то стульчики как будто бы здесь кто-то кто-то может прийти сесть как сюда вообще дойти тут столько воды все растаяло такой снег вот здесь вот снег вот наверно в лесу они там катаются на лыжах там наверно тоже много снега вот это доки для лодок сюда паркуют лодки летом сейчас видите все замерзло такая тропинка я по ней вот волочусь прямо риску жизнью видите здесь номера на них каждый каждый номер имеет лодка имеет свой ксу причал у меня насыпались ботинки насыпался снег блин сейчас он там я не думал даже в голову мне не пришло ботинки повыше надеть главное мне есть собой я взяла такие высокие такие боты с этим самым с такой не промокающей ткани высокие ну подумала да снега нету чем них надевать то я и так обойдусь сейчас иду в этих своих лугах них туда снег навалился зачем я иду я не знаю я хочу дойти так блин а я хочу дойти до конца показать вам красоту ну в общем короче я не пойду туда я вам лучше приближу вот две скамейки остров все снегу все во льду красоты особо нет красота здесь была вот эта наша гостиница красота здесь была летом и осенью а сейчас как-то так ничего особенного короче я пошла назад девочки потому что я у меня все все ноги мокрые навалился снег мои ботинки вот такая вот незадача машинка наша стоит отлично значит есть шанс что я куда-нибудь съезжу хотя не точно хотя это может быть покатайся на что они поехали на машине друзья наша осталась но отлично может быть я куда-нибудь съезжу и вам сниму а может нет ну уж как получится здесь кстати здесь есть портал маленький небольшой мои мальчики с утра уже здесь отметились можно сделать пасти ружку если кому-то нужно мы не будем и здесь бассейн вот он я не попросишься в одежду туда может я разденусь но может и попроси чтобы вам ой очки мои чтобы вам поснимать сейчас открою открылась ой как здесь жарко отлично ахах отлично здесь полотенца не надо нести полотенца никого вот такой бассейн и там джакузи но он по-моему не работает сейчас проверим людей нет я наверное сейчас один купальник я привезла с собой купальник и приду сюда чем не там в номере жарится ага вот здесь вот кнопка нет вот зеленая это включение это стоп маленькая такой но симпатичная и бассейн такой ничего но я может мальчишки придут вечером поклоняется с эти хорошая дорожка такая я хожу в джим дома несколько раз неделю 3-4 раза неделю сюда хотела думала взять кроссовки и пойти в джим все равно я буду сидеть в номере пока не подкататься на лыжах но я подумала не пойду я в джим лучше я схожу проедусь вот машина есть может я свежу в центре ну посмотрим все поехали наверх сейчас мы повоюем таки с кофемашиной во первых ее надо включить в розетку это главное это всегда первое что надо сделать так по идее здесь должен загореться мне кажется что должно было бы лампочка загореться может она не работает так раскрываем эту штуку сейчас так как она выглядит кстати здесь есть видите обычный есть дико фенейтед а я взяла обычный так я так понимаю что вот эту штуку надо вот сюда кулинар так наливаем водичку одну чашку больше не надо я тебя дна сейчас пока пью я так понимаю что воду надо наливать вот в это отверстие другого отверстия нету сейчас вот бы днулись она не будет работать включаем а загорелось отлично ну ждем посмотрим что теперь здесь есть вот молочко когда-то у них в лобби стояла кофейная машина большая можно было приходить пить сколько хочешь кофе наливать но видимо с массы с пандемией они все убрали все что было в общественных местах так течет на помочь чуть-чуть вода как-то жидко слабо течет короче у них раньше не было этих кофемашин видимо во время пандемии они все поставили индивидуально по номерам чтобы не было никто в лобби не не ходил и своими руками ничего не трогал мир изменился конечно что тут скажешь девочки много чего изменилось не в лучшую сторону мне очень нравилось то что у нас так было его либо стояла огромная кофемашина в лобби стакан и молоко там сахар все что угодно и разный кофе и можно было делать и брать с собой дорогу в номер таскать с утра ну видите вот как все меняется все меняется не в лучшую сторону так ну что у нас тут получилось неплохой кофеёк это наверное надо выбросить горячий такой пусть постоит пока так сейчас мы нальем сюда молока у нас здесь всякие печенюшки орешки можно перекусить а может не надо но спал на еды на самом деле вон там всякий сыр колбаса сырик такой это очень вкусная намазка этому про вечером да какой сыр там он колбасы всякий хлеб наш с бейкером итальянским и ну большая бутылка зачем это поставили сюда лучше чтобы она не падала еды много но я наверное не буду просто попью кофе или взять печенюшку вы не вести же ее домой дилемма правда девочки есть печенюшку или не есть так налила я сливок хотела две положительные я посмотрел что она одна такая такой же получается такой получается очень много мало кофе много молока пойти на балкончик что ли вообще из бассейн собиралась джакузи ну сейчас я кофе выпью и пойду сяду за стол как человек поченюшку не буду честное слово не буду